Всем-всем привет и добро пожаловать на мой канал! С вами снова я, Черева Мирена, и сегодня я поведаю вам, как же я ухаживаю за своей кожей, какой у меня привычный ритуал и что же я делаю для того, чтобы она выглядела хорошо. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и поехали! Итак, начну с того, что я обладательница далеко не идеальной кожи. Да, то есть вообще далеко не идеальной и даже не хорошей, а то, что было, когда я была подростком, это было вообще просто жесть. Вот, делюсь с вами честно, потому что, я думаю, многие сталкиваются с такой же проблемой. Я вас понимаю, когда я была в подростковом возрасте, мне никак не могли помочь, ни косметологи, ни домашний какой-то уход, ничего. То есть гормоны мои побеждали всегда, и я думала, что я просто переживу это, потому что я ребенок, подросток, да, и это все пройдет, но нет. К сожалению, не в моей жизни, не в моем случае. Поэтому я поняла, что нужно с этим что-то делать, решать проблему, и изучив то, что у меня нормально все с кишечником, с желудком, с гормонами, а историю про гормоны вы вообще все прекрасно знаете, слышали, как мне еще после них кожу испортили, это было вообще прикольно. Собственно, как раз-таки, как же я более-менее вывела положение, я вам сейчас и расскажу. Итак, по порядку, я обладательница проблемной, комбинированной, склонной к жирности кожи с расширенными упорами. В общем, весь букет. Поэтому мне особенно тщательно нужно подбирать уход, всяческие средства и так далее. Три главные правила, которые я для себя выделила. Первое, это очищение. Второе, это увлажнение. Третье, это различные дополнения к вашему привычному ритуалу, которые нужно делать нерегулярно, там раз-два в неделю или раз в две недели. Это маски, различные масла, какие-то очищающие супер глубокие штучки, скрабы, пилинги и так далее. Своей коже регулярно я уделяю время утром и вечером. Конечно же, начинаю я с умывания кожи келем или пенкой при помощи моей любимейшей щеточки Foreo Luna Mini 2. Не забывайте о том, что очищение это очень важно, потому что если не очищать кожу, как раз-таки поры будут еще более расширяться, они будут забиваться, будут появляться различные комедоны, закрытые, открытые. Затем из них, конечно же, будут созревать прыщи наши нелюбимые, поэтому очищение это обязательно. Я ее просто обожаю. Вы чувствуете, насколько ваше лицо чистое сразу после того, как вы смыли гель или пенку после того, как умылись с помощью этой щеточкой. Лицо, знаете, оно прям дышит, это ощущается, и это самое главное, потому что очищение это залог успеха. Хочу заметить, что кожа после умывания щеточкой в разы лучше, чем если бы вы умывались без нее. Здесь есть кнопочка, при нажатии на которую щеточка начинает пульсировать. Самое интересное, что у нее есть 8 различных режимов пульсаций, от наиболее интенсивных к менее интенсивным. Лично я предпочитаю умываться на менее интенсивных пульсациях. Наношу свой любимый на данный момент гель для очищения и начинаю массировать щеточкой со средством влажное лицо. Для полного очищения хватает минуты. Прохожу щеточкой по всему лицу круговыми движениями, и благодаря пульсациям она очищает лицо от жира, грязи, остатков макияжа и мертвых клеток кожи. Мне безумно нравится процесс умывания этой щеточкой, потому что это невероятно приятно, ощущается прям как массаж. Я боялась, что будет чекотно, но нет, все окей. И невероятно кайфую от дизайна. Вы можете выбросить любой цвет под ваш вкус. И это очень-очень клево по-девчачи. Кожа заметно очищается, подтягивается и светится как будто изнутри. Лично я обожаю использовать пенки для умывания, либо гель, но предпочтение отдаю пенкам. В общем, луну Фэрэл Мини 2 это просто настоящий мастхэв. Это невероятно крутейшая вещь, а еще это мега классный подарок. Поэтому ссылочку я, разумеется, оставляю в описании. А теперь перейдем к моим любимым средствам. Очищаю лицо и как раз таки с помощью вот такого геля от Урьяш. Это просто мой любимый гель из серии Исиак для комбинированной и жирной кожи. Он у меня уже практически закончился, это уже второй, я его просто люблю всем сердцем. Это не комедогенное средство, оно не пересушивает кожу. Ну и впрочем, просто идеально подходит мне. Не вызывает никаких высыпаний, а у меня очень чувствительная кожа. И если ей вдруг что-то не нравится, то она тут же щедро осыпает меня прыщами. Поэтому это средство, которое такого не делает. Если у вас такая же проблема чувствительная кожа, которая частенько любит баловать вас прыщами, то попробуйте Исиак, Атурьяш, гель для умывания. Я думаю, вам понравится. Как вы заметили, в своем уходе за лицом я пропускаю этап тоников. Они у меня есть, я им пользовалась, но я заметила, что моя кожа не очень хорошо на них реагирует. И это, наверное, скорее редкость, но мне это не подходит, поэтому такого этапа у меня нет. Следом я просто увлажняю кожу. Обязательно после очищения нужно увлажнить, потому что когда вы очищаете, все-таки вы смываете достаточно много с кожей, и она может немного подсушиваться. И в целом мне не хватает влаги, особенно если у вас, в принципе, сухая кожа, ее нужно обязательно регулярно увлажнять. Мой любимчик вот такой крем от фирмы Холиленд, который называется Мультивитамин. Внутри там розовые капсулки, которые лопаются на лице, он невероятно вкусно пахнет. Отдушка здесь просто, просто чудо. Вот так выглядит кремышек. Он нереально с классной отдушкой, я не устану это повторять. Для меня отдушки в различных средствах это важно, очень важно. Если пахнет, то обязательно должно пахнуть вкусно. Для меня так, поэтому он пахнет конфетками, попробуйте, подходит всем для абсолютно любой кожи. Хорошо увлажняет и на лето, и на зиму. Я его на ночь наношу, я его утром наношу. Он просто идеальный, как база под мукеяж тоже. Далее, кожу периодически нужно очищать чуть лучше и чуть глубже, чем в привычной рутине. То есть это скрабы, пилинги, скатки. Ну и следующее, как бонус, скажу о том, что нужно не только внешне воздействовать на свою кожу, но и внутренне. Я пью вот такие бады, вообще у меня их намного больше, но это то, что влияет на кожу. В общем, это витамины, витамины, которые реально работают. Это уже мои вторые баночки, и они тоже, в принципе, уже практически заканчиваются, поэтому я могу смело рекомендовать. Приобрести их можно на iHerb, если что, заказывать оттуда просто. В общем, разберется любой. И в описании я оставлю код на скидочку, это такой подгон вам от меня. Приятный. Это у меня витамин D3, он, в принципе, очень крутой. Помимо того, что он, в принципе, хорошо влияет на кожу, волосы, ногти и так далее, он еще и очень круто повышает иммунитет. Поэтому его я, в принципе, советую всем. Следующее, это витамин Е. Тоже классная штука, как раз-таки направленная на здоровье и красоту, опять-таки ваших волос, кожи, ногтей и так далее. И последняя баночка, это бета-каротин. Бета-каротин, по сути, это витамин А. Ну, так, грубо говоря. То есть он помогает усваиваться витамину А лучше вашему организму. Он просто помогает витамину А лучше усваиваться вашему организму. Поэтому, если вы давно хотели заказать какие-либо витаминки и БАДы, то, наверное, настал тот час. Я пью уже, получается, второй месяц, я вообще пью схему для волос. Если хотите, подробнее расскажу в одном из следующих видео. Поэтому они у меня так быстренько начали расти, я их устанавливаю. Притом, вы видите, как часто, да, у меня происходит окрашивание. Вот, пишите в комментариях, я обязательно сниму об этом видео. И еще, что я бы хотела сказать. На кожу, конечно же, влияют такие факторы, как косметика и различные ваши средства по уходу за лицом. Обязательно следите за тем, чтобы они были некомедогенные, то есть не вызывали раздражений, черных точек и не загрязняли поры. В общем, если просто говоря. Дальше следите за тем, что вы едите. Да, кто-то может кушать все, что угодно, и это никак не отобразится на коже. Но, опять же таки, если вы смотрите это видео, наверное, это не про вас. Верно? Верно. Поэтому следите. Все жирное, мучное, а мучное это глютен, который тоже вызывает кучу всяких гадостей, которые мы не рады видеть на своем лице. И не только на лице. Например, у меня нет проблем с тем, чтобы у меня были высыпания на груди или на спине. Но у многих есть. Поэтому, опять же таки, это туда же. Сладости, все такое копченое, это вот все туда. Все это вызывает высыпание. Поэтому старайтесь по минимуму и отслеживайте, если вы что-то съели и вас обсыпало. Вспоминайте, что вы съели накануне, потому что это очень тесно связано. Желудок, это прям важно. Поэтому, да, проверяйте гормоны. И не пейте, пожалуйста, ука при не особо сильной необходимости. Вот прям не нужно. Посмотрите мое видео про кожу и то, что с ней случилось после того, как я пару месяцев попила эти таблетки. Это был просто ужас. Я останавливаю до сих пор, я уже сказала. И следующее, конечно же, высыпайтесь. Сон, это очень важно. Даже если вы будете пить витамины, ходить к крутейшим косметологам, ухаживать за кожей, вы хоть обухаживайтесь. Если вы не будете высыпаться и хорошо питаться, то хорошей кожи вам не видать. Правда. Как, в принципе, хорошего внешнего вида. Хороших волос, здоровых ногтей и так далее. И на этом все. Я надеюсь, вам видео понравилось. Обязательно напишите в комментариях, какой ваш привычный ритуал по уходу за кожей лица. Если вы что-то пьете для здоровья и красоты кожи, то обязательно тоже поделитесь этим в комментариях. Рассказывайте свою историю. Если вдруг у вас тоже был просто лютый ад, жесть, пиздец, то делитесь в комментариях, как вы от этого избавились. Не забывайте про большие пальцы вверх. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!